Уметь оказать помощь ближнему при чрезвычайных ситуациях. Автономная некоммерческая организация «Центр помощи ФЧС» были организованы учебно-тренировочные сборы для добровольцев. В течение нескольких дней участники получили необходимые навыки и знания по оказанию первой помощи в чрезвычайных ситуациях. Подробнее расскажет наш корреспондент Алихан Лепшоков. Эти знания необходимы для тех, кто занимается добровольчеством. Первая часть учебно-тренировочных сборов проходит в Центре молодежно-инновационного творчества «Черкеска», где добровольцев обучали оказанию первой помощи пострадавшим при чрезвычайных ситуациях и психологической поддержке родным пропавших. Все эти знания позволят повысить уровень подготовки ребят, которые активно принимают участие в добровольческих мероприятиях. Цель данного мероприятия – это популяризация добровольчества в Карачаево-Черкесской республике, а также обучение добровольцев действиям при спасательных работах, поиске пропавших людей и на других мероприятиях, связанных с чрезвычайными ситуациями. Также для добровольцев был организован тренинг по картографии и основам добровольчества в чрезвычайных ситуациях. Эти тренинги необходимы, чтобы мы могли плодотворно вести поиски пропавших людей, отмечают спикеры. «Картография в поиске на самом деле очень важна. Она нужна для того, чтобы иметь представление, где прошли поисковые группы. Также плюс, чтобы видеть, какая местность у нас, городская, пусть это будет или природная среда, чтобы нам иметь представление, где идут наши поисковики, и также, чтобы у нас записывались треки, запись пути». Второй день учебно-тренировочных сборов проходил в поселке Домбай с профессиональными спасателями. Добровольцам показали маршруты и разъяснили основы оказания помощи высокогорной местности. «Полученные навыки нам будут полезны, так как каждый из нас может столкнуться с ситуацией, в которой необходимо будет оказать помощь попавшему в беду человеку», уверяют участники сборов. «Решил пройти обучение для того, чтобы улучшить свои знания, умения и навыки, которые могут мне понадобиться в дальнейшем, чтобы я мог дальше помогать людям, оказавшимся в ЧАЭС или в ЧП». По завершению всех занятий всем участникам вручили удостоверение о прохождении учебно-тренировочных сборов. Алихан Лепшоков, Анастасия Лой, Вести Карачаева, Черкесия.